В принципе, по технике для прямого посева, как бы не планировали, но по просьбам трудящихся, так скажем, заехали. Значит, сеялки для прямого посева, как бы она называлась и кто бы ее ни делал, все они делятся на анкерные, по типу рабочего органа, который сеет. Это анкер, монодиск, дифазный сошник, то есть один сошник больше, один меньше, двойной диск и тройной диск или сеялка с куртин, резак, ее называют, или тройной диск. У каждой из сеялок есть как плюсы, так и минусы. Да, что-то делает сеялка одна лучше, что-то вторая, чем, допустим, анкер плох, да? Ну, во-первых, при наличии большой массы растительных остатков на поверхности, анкер будет набирать на себя вот эти растительные остатки, и, соответственно, он не будет сеять. Минус еще какой у него. Это выборы про почные? Про любые. Анкеры, любой анкер, он будет набирать на себя. Потом анкер, он наибольшим образом рушит почву, да, нарушая структуру. Чего мы переходим на прямой посев, ради того, чтобы почву не обрабатывать, не нарушать ее структуру. Анкер, он как культиватор, его пашет. Для прямого посева, наверное, наиболее неподходящая сеялка. Сеялки дисковые лучше в этом отношении. Ну, опять же говорю, с тройным диском. В принципе, какой плюс? Посеет по почве любой плотности. Она тяжелая. Резак разрезает там и в дорогу, ну, как накатываем дорогу, и в дорогу она сеет. Ну, а минус много всяких рабочих органов. Допустим, подсолнечник, там, кукуруза, везде забивается. Чуть более земля, проблемы. То есть, монодиск, он легче идет. У него меньше рабочих органов. Он легче идет по растительным остаткам. Но монодиск сеет, ну, он так работает, сеет под углом, и бобовые культуры не могут пробить вот этот слой, да, так называемый, который образовывает монодиск в этом проблемах. Это ее еще, вот эту трехдисковую сейлку называют аргентинским вариантом. Они там соей занимаются, они столкнулись с проблемой монодиска, что вот этот слой не пробивает, бобовая культура не может выйти. Ну, она то выходит, но не сто процентов. Поэтому вот эта система у них наиболее распространенная там в Аргентине. Вот. Поэтому так. Проблемы какие были у вас с ним? Вот у нас проблема, у нас давят эти подшипники. Нет, подшипники нет. Весной отработало отлично. Летом, ну, эти, у нас ошняков. То ли давит, то ли из-за, может, почва у нас такая, понимаете? Мы из Заветинского района. Я понял. Ты понимаете, Ваня, что мы за... У меня проблемы нет. Меня там, ну, просто долго. Надо снять, надо все изболтовать. Да. Проблема сеять было по подсолнечнику. Рассказывает. Вот, да, вот мы, как бы, когда ее приобрели, нам рассказывали, как и все это делают, что обрабатывать-то ничего не нужно. То есть комбайн прошел, и мы заходим сеять сразу. Заходим сеять по подсолнечнику. Это сразу вот эти палки везде набиваются. Сразу начинает она, забивается, начинает землю, как бульдозер, впереди себя тянуть. Как решили проблему. Да, начали эту палку просто наоборот убирать и все. Перебиваем палку, потом сеем нормально. Более-менее, так скажем. Я согласен, да, по подсолнечнику не... Вот если работать этой сеялкой, не избежать вот этого... А какую рекомендуете сею папку? Я обиженную. Вот у нас стоит сейчас вопрос. На подсолнечник? Да, чтобы помнить, по подсолнечнику, чтобы сеять. Знаете, Ассоциаз для того и создавал. Мы не продаем технику, поэтому не надо нам этими заниматься рекламируем. Не в продаже, вопрос... Просто по совету. Да, советуем. Потому что уже опыт есть, как вы видите, она у вас сеет под всем пришественникам, кроме подсолнечника. А если уже нулем заниматься, то надо заниматься как положено, понимаете. От начала до конца, с минимальной затратой. То есть заходить уже измельчать, это уже затрата. То есть это лишнее орудие, это однозначно трактор. Я понял вопрос, да. Значит, я так скажу. Я вот сколько ездил, смотрел, никто не сказал, что 100% он не испытывает проблем. Что вот он нашел такой сеялка, которая 100% по подсолнечнику идет, и он не испытывает при этом никаких проблем. Ассаш, можно... Добрый день. Можно я от себя добавлю, Крайнин? По поводу сеялки просто, по поводу подсолнечника. Вопрос, знаете, как не в марке даже больше стоит, а, ну, понятно, в конструктиве. Я говорил. Да, 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 вопрос, знаете, как стоит, вот разнесенность корпусов. Вот у Александра Ивановича здесь, видите, как у него сошники на одной балке. И небольшая, небольшая разнесенность у него. Ну, то есть, они... Сколько? А? Не, не, здесь делать один. Дело не в этом. Да, делать один. Есть сеялки, которые имеют... Две балки. Две балки. И у них вот здесь все сошники на одной балке закреплены. А там две балки. И одна над другой. Она стоит на большом расстоянии. И поэтому, получается, вот у меня 21, а вы считаете... А там 42. Да, а там 42 получается. Да, это на большом комплексе. Да, это на большом комплексе. Ну, это и джонгиры, так же, и предплейсы есть, и парквозь. Ну, на два, две балки, чтобы было. Гораздо больше пространства для того, чтобы какое-то скопление вот этих растительных остатков, оно пролетает туда, естественно. Ну, и плюс семипровод, вот, обращайте внимание, потому что здесь, опять же, резиновые стоят, а на подсолнечке проблема пробивания, как бы. Поэтому вот семипроводы, если пластиковые, то, конечно, шансов больше. Есть на механических сейлах, допустим, вот на Гаспардон тоже, у них есть пластиковые семипроводы, которые, ну, вот, защиту дают нам на подсолнечники. Ну, вот, характеристики по подсолнечнику такие, разнесенность и пластиковый семипровод. Вот, если вот эти есть вещи, то уже шансов больше. Есть просто, да, Александр Иванович, как бы... Преущество между пневматической механической. Есть какие-то, или как? Опять же, вот, это из той же серии, наверное, будет, скажем так, ну, какая сейлка лучше. Есть у той преимущества, конечно, есть у другой. Ну, во-первых, пневматические, в основном, все большие. Ну, начнем с этого. В основном, это комплексы 11-метровые, в основном, поэтому производителей у нас больше у них. Качество посева, я не думаю, что будет намного там хуже, допустим, чем это. Ну, вот, допустим, преимущество в этой, что на мелкосемянку отдельный бункер, она может две сразу вносить, этих, две культуры, да. Ну, то есть, смотреть надо, я не думаю, что там какое-то есть прям явное преимущество между механической и пневматической. И вот, вы говорите, если нулем там заниматься, то надо уходить от всяких там дополнительных затрат. Это, для меня это не проблема. И МТЗ-80, зацепить трехметровый ротар, это все делается быстро, малозатратно. У нас тоже это не проблема. Я же говорю, надо уходить, как можно меньше операций. Понятно. Для чего давно ведем? Конечно. Чтобы уменьшить себе ставить продукцию. У нас есть, наверное, как бы... Ну, вопрос, если можно еще два слова по подсолнечку, потому что тоже давно с этой проблемой постоянно сталкиваемся. Сейчас селкой, поскольку занимаемся. Он просто стоит так, по подсолнечнику. Подсолнечник, подсолнечник и розник. В каком плане? Допустим, подсолнечник осенью и подсолнечник весной. Это очень разные подсолнечники. Ну, севооборот, я имею в виду, допустим, когда вы по нему сеете? Осень, либо весной? Осень. Если, допустим, подсолнечник, когда вы убираете, допустим, осенью и сразу сеете, либо вы убираете его там, и у вас две-три недели хотя бы есть, когда он может подсохнуть. Разно. Ну, вот я просто к чему, что севооборот и подбор сортов на подсолнечнике тоже могут влиять на работу агрегатов, в том числе и на прямом посеве. Вот, чем смысл. Вот в прямом посеве, тема традиционной технологии отличается, что постоянно приходится перестраивать севооборот, в том числе и как с наименьшими затратами, да, решать эти задачи, как с наименьшими затратами выстроить вот эти цепочки, какая культура должна после какой идти, чтобы убрать вот эти все обработки, лишние обработки, лишние движения. А я опять же, подсолнечник 15 центнеров отличается от подсолнечника 30 по вот этой подылке, да, то есть, ну, по подсолнечнику, который нормальный подсолнечник, проблематично сеет, да, и... Да, подсолнечник это единственная культура, на самом деле, которая может, ну, лен, если не берем, как бы, то вот именно стеблистой, который... И опять же, лен, 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 в этом году проблема была, потому что лен был, хорошие лены были, поэтому проблема сеть. И больше влажный. Да, 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 а так это тоже. А лен какая была проблема? Сеть после нее. Лен, веревка, понимаете, он тоже, он образует, да, скопление вот эти, скопление образует, которая селка испытывает проблемы вот это все пропустить через себя. В принципе, вот эта селка, если она едет по полю, вот трехдисковая, она сеет, вопросов нет, она очень качественно сеет. Хорошо, сеет, она режет даже волок. Она режет волок, и по волкам я сел, она есть, но у нее проблема проехать по полю, то есть, вот палка подсолнечная, ей мешает двигаться по полю. Если вы решаете эти проблемы, то есть, если вы ее тянете по полю, сеет она любую культуру, ну, идеальный вариант какой-то. Ну, я с вами согласен в том плане, что если оставлять все-таки стоячий посольник, это лучше. В том плане не то, что даже лишняя операция, даже как снегозадержание в том числе и так далее. Конечно, если такая возможность есть, можно это сделать, лучше это делать, конечно. Но если нет возможности, нечего, как говорится, себе придумывать проблему лишней, надо просто выполнять операцию. Например, в этом году под горох мы оставили палку, ничего не делали, в зиму ее оставили. Весной пустили ротор и измельчили. Все равно пустили. Я думал, это не нужно будет делать весной. Все равно, ну, как бы палка, она станет поменять свои свойства, не получилось. Да, все равно, да, мы сеяли, ну, она раз и забилась, раз и забилась. Я говорю, давайте пустим, ну, чтобы быстрее это все сделать. Мы бы посеяли и по палке, мы бы и посеяли и по палке, но выбирать приходится, да, между чем и чем выбирать. Поэтому все равно пустили ротор. Но лучше... Горох по подсуточку сели? Да. И что получили? 35. Может, удачно погодные условия сложили. Но, тем не менее, вот, я вам скажу, вот, горох на прямом посеве, три года вообще без засечки. И как бы он меня радует, он более у меня отзывчиво оказался на прямом посеве, чем пшеница. Пшеница, она не отреагировала прибавкой на прямом посеве пшеница. То есть, ну, пшеницей надо заниматься, и надо питанием заниматься, защитой пшеницы. А горох, вот, он легко пошел. То есть, он не требует защиты, не требует каких-то затрат. А на прямом посеве наличие, наверное, дополнительной влаги. И он, вот, выстреливает. Вы кукурузу по прямому уже сеяли, да? Я три года сею все прямом. Что вы берете в качестве стартовых удобрений? В рядок. Вот сеялка там вот у меня стоит. Она у меня позволяет вносить удобрения в междуряде и в рядок. Я в рядок килограмм двадцать легко растворимого какого-нибудь удобрения. Например, азофоски. Двое-двое-двое? Не важно. Ну, пятнадцатую. Нет, двадцать килограмм в физике. Потому что на семьдесят в междуряде. Двадцать килограмм на гектар в рядок получается приличная концентрация. Да, концентрация. Поэтому, если больше двадцати, допустим, ну, уже, как бы, я заметил, я получаю ожоги корней. А тем более, вот, это было на... Как бы, в основном, азофоски. Не травмофоска? Нет, не травмофоска. Не травмофоска. Сольфомофоска. Сольфомофоска. Сольфомофоска, да. Память? Нету памяти. Вот сольфомофоск оказался, как бы, токсичный, да. Он растворимый, но, да, и он прям ожоги были, и задержки в росте прям наблюдались. Особенно отрывают, где растение угнетено видно, отрывают, а там вот ожоги корней. И то я сеял 20 килограмм. Вы селитрой не сеете на международной? Я же вот дальше, значит, потом это в ряду. А в междуряде сеял от 200 килограмм до 80 килограмм азота, чистого азота. А у него еще банки разделены? Да, 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 у него разделены банки, в междуряде. И, в принципе, наилучшие результаты были, когда в междуряде 200 килограмм карбамида. В междуряде 200 килограмм карбамида. И в рядок, вот килограмм 20, больше не получается, чтобы избежать. Селый селитрой не сеял. Сеялый селитрой тоже. В рядок или нет? В междуряде только, да, в междуряде. Сеялый селитрой, в принципе, тоже неплохо. Но карбамид лучше получается. Ну, а старашка кукуруза. А по кукурузе что-нибудь сеяли? Кукуруза? Пшеница? Что? После кукурузы? Да, или что? Не-не-не-не-не. После пшеницы кукуруза. Вот это вы сейчас говорите? Да, сеял. После пшеницы? Да, да. После оборот. По-любому стерняш азота выдаст? Конечно, да, да. Поэтому я и спрашиваю. Особенно в первые годы при переходе на... Мы в этот году посеяли по пшенице кукурузу по нулю и увидели недостаток азота. Да понятно. Вот проблема переходного периода. Смотря на то, что... Надо азот применять. В междуряде или вред? В ряду. В ряду. В ряду. Там тоже... А, там не-не-не-не. Там в междуряде. Ну, а что... Ну, а азофоска 16. Ну, это мало для кукурузы, тем более по растительным остаткам. Не, мы просто было в практике селитру сеяли в междуряде 150 и вообще ботылка выросла. А, вот я понял. Азот, это первое, о чем говорят, допустим, в Аргентину, сколько мы посещали, все фермеры говорят, то есть азот, 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 да. Все эксперты, особенно в первые годы, да, это азот, надо и этот, его надо вносить, посели пшеницу со сложным, его в осени надо вносить, его весной надо вносить. Соборный вопрос, вот, как ни странно, ту же рожь, американские эксперты, они сеют для того, чтобы в том числе и азотом обогатить. Как это работает? Значит, в почве всегда идут процессы разложения, и всегда ИНО-3 образуется. Но, если на почве, почва голая, там нет живых корней, он промывается, переходит в летучие формы, испаряется ИНО-3. Если мы сеем злаковую культуру, она вот то, что образуется, ну, это же процесс постоянный, да, она его забирает и переводит в другую форму, в органическую форму. Органика, ну, да, да, правильно, мы его фиксируем, и он никуда из формы органической, он никуда не уходит. Ну, это временно. Конечно, конечно, да. Вот, по аргентинске, там, эти, Интер, да, она ставит опыт, и они отслеживали, когда же азот, который потребила злаковое растение, значит, вернется. Через 6 лет. Ну, я же говорю, это временно. Да, через 6 лет. А нам надо сеять. Понятно. Так, по-моему, через 6 лет надо будет сеять. Не, понимаете. Поселитру надо отдать, в любом случае. Знаете как. Я просто думаю, что через время мы отслеживали азота, и уйдем. Конечно. Вы понимаете, запустив эти процессы через 6 лет, понятно, мы тогда только уменьшим, но будем, да, уменьшать дозы внесения удобрений. А другого пути нет. Да, другого пути нет. И альтернативы нет прямому посеву. Если мы думаем о сохранении почвы, а надо думать не о сохранении, а о повышении ее плода. У меня вопрос. Знаете, какого плана? Наверное, у вас это, может быть, и из присутствующих кого-нибудь. Как вносится, вернее, как используется органика, ну, навоз при нулевом посею? Как навоз используется? По поверхности разбрасывают. И все? И все. Без заделки, без трубки. Без заделки. Вот у кого опыт есть, мне вот это сомнительно очень. Сейчас птичий помет, разбросай по поверхности, он сгорит все нахуй. Согласен. Еще выдержать норму. Его сушить надо. Нет, ну я все прекрасно понимаю, ребята, можно сушить его, можно жидким разбрасывать. Вопрос в другом. Какой будет результат, понимаешь? В данной ситуации мне это очень интересно. А вы сейчас вообще, в принципе, применяете этот куриный помет? Конечно. Вы знаете, какая ситуация с навозом? Такая, как с фосфором. Фосфор, сколько поверху не лей, он глубину не уйдет. Если его не запашешь, глубоко не заделаешь. И точно так же навоз, если его глубоко не унесешь, он сверху умирает, он же живой. Согласен, нас попросту. То есть дисковка не поможет? Нет, как фосфор, так и навоз, его надо заделывать глубоко. В тот слой, где вы хотите, чтобы он работал. Я в плане того, что при нуле просто-напросто навоз отпадает. Не отпадает. Ну как? Я понимаю, ЖКУ. Нет, надо же покупать гранул или готовить. ЖКУ я понимаю. Ну, это эффект будет. И то, и такой, игольчатого внесения. Понятно, что потери больше при поверхностном внесении навоза. Ну, практика есть. Вот, вы знаете, все равно. Я знаю, что я хочу сказать. У нас есть клиенты в Мартыновском районе хозяйства. Они активно применяют вот сейчас куриный помет. Маутинщики, да? Ну, они его первый раз увидели, как в Аргентину, когда ездили. То есть они там напрямую по Сейву увидели, приехали и здесь. Я просто не знаю, как в Аргентине его применяют. Честно говоря. Но они там без путь, по-моему. В этом есть решение этой проблемы. Только надо заниматься. То, что вносят, это однозначно. Потому что они ее увидели в Аргентине первый раз. Вот они тогда вернулись, как бы, и стали. Аргентинцы говорят, вообще категорически верхний слой не переворачивали. Вообще. Вот о чем все идет. Они его увидели там напрямую по Сейву. Они его там увидели напрямую по Сейву. Ты передисковал все уже. Так, совершенно верно. Все правильно. А для чего применять прямой по Сейву, если перемешивать верхний слой? Опять вопрос становится, как применять навоз при наутиле. Узнаем. Вот я узнаю. Да, это вопрос. Потому что есть технология. Александр Иванович, вот такого плана вопрос. Подсолнечник вы покупаете на утреновом посеве? Конечно. И что в результате? Лучше. Лучше, чем у меня он был на традиции. Я почему задаю вопрос. Любой учебник откройте. Значит, там написано. Если ты хочешь весной посеять подсолнечник, по шеи 25-27. Иначе стержень, значит, не пойдет туда на 2 метра. И так далее, и так далее. Как вы это, из практики, выбирать надо корневую систему? Что-то другая. Развитие было корневой системы. Стержень, корень идет. И подсолнечник урожайности у меня растет на прямом посеве. Выросло. Ну какая выросла? Ну 20, меньше не получится. Это пионерский, значит, да. 66-6. А до этого больше 15 я не получал. Вы под гербицид или под гербицид? Под гербицид только экспрессов я работаю. Ну под гербицид, под солнечник, такого нет. Проблема, особенно в первый год, под солнечником в чем? А как с сорняком бороться? Механической обработки отсутствует. Поэтому только под гербицид, да. Я в прошлом году, как бы поля начали освобождаться от сорняков, я заложил опыт, посеял без гербицидов. Он вырос нормально все. Но тот под гербицид, он был чистый. Здесь редкая амброзия была. Но она редкая и высокая. Убрали мы все. Но был по урожайности этот просел, который без гербицидов. И мне не жалко потратить определенную сумму на гербицид, на под солнечник. Но я вот эту прибавку я получал за счет гербицидов. Как вы до посева гербицидов? До посева лифосатом работаем. До вегетации. А по вегетации работаем трибинурон метилом. Под солнечники устойчивые к этому гербициду. Вот я их выбираю, только сию, только их и работаю вот этими под гербицидами. Причем это так случайно, как бы такое наблюдение получилось. Вот этот ЛЕ-25, он выдерживает 50 грамм трибинурон метила. Там где поработали 50 грамм. Было угнетение злаковых даже с огняком. Он на злаковых. Но в такой дозе легко. Даже перекрытие не было видно. А 66-й? Нет, он 66-й я сею, но он не... Только в адскато идет. 71-й. Нет, сейчас еще есть какие-то. Пионер. Но чем... Хороший он урожайный. Он позволяет работать 50 грамм экспресса. Но на прямом посеве, особенно в этом году, он у меня очень растягивается период вегетации. И я пшеницу не в оптимальные сроки сею после подсолнечника. Вот этот момент меня перестал устраивать. Это по 66-му? По 25-му. Да, по 25-му. Постоянно вот... Когда вы его посеяли? Я скажу, да, в начале мая уже. С каким удобрением сеемся? С семечку вообще без удобрений. Ну да, я подтверждаю. Это такое растворимое, быстро растворимое. Потому что все равно быстрая влага с верхнего сантиметров, там, 4 сантиметра. Ну, какая у вас разница, вот у вас урожайность 30 центров кукурузы с удобрениями и без удобрениями? Потому что ты так зашла, что сырье и урожайность 30 центров кукурузы с удобрениями. Ну, экономите, экономите, ребята. Удобрения нам надо. Надо, совершенно я с вами согласен. Без них хоть ты прямой посеял при меня, хоть традиционный. О том, что надо наутил первые 3-4-5 лет. Да, да. Азот, азот, азот. Он по-любому исчерпывается. Я вам скажу, чтобы уж совсем, как бы, прояснить ситуацию, она у меня не совсем, как бы, правильной, не хватает. Как говорят, глубины кармана для... Я же не говорю, экономите, я же сразу же говорил. Да, 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 вы понимаете, о чем речь, да. Это неправильно. Неправильно. Да. Вот здесь экономить нельзя, ни в коем случае. И 20, это не показатель для наутила. 35, 40, вот это показатель, подсолнечко. Вот это показатель, но не 20. Вы же понимаете, без удобрений. И до этого экономия... А экономика там даже 5 ценнеров, она все вам оправдывает. Я понимаю, но... Сразу. Есть рост урожая по сравнению с тем, что я имел на традиционке. И это уже меня радует. Вы же понимаете, я не знаю, что будет рада. Да, тут же надо сравнивать... Я, в принципе, не добавил затрат на удобрения, но получил прибавку, перейдя на прямую пасть. Понятно. Все. Так вот этим все сказано, да. Все ясно. Давайте на кукурузу пройдем, интересно. Поехали. Показывайте. Вот это? Да.